Ваши уроки в Teach Infinity чаще всего будут состоять из нескольких страниц. Для управления страницами используется панель в правой части экрана. Здесь вы можете переключаться между слайдами, изменять масштаб слайда, а также перемещаться по безграничной доске. Чтобы изменить порядок слайда, просто выделите его и перетащите на нужное место. Вы также можете перемещать слайды через контекстное меню на один вниз или переместить на самый низ вашей презентации, чтобы сделать слайд последним. Для создания слайда нажмите на значок новый. Вы можете изменить фон слайда, нажав на настройки слайда. Вы можете использовать сплошную заливку, заливку изображения или использовать один из типов разлиновки, например, для написания нод, пропсиероглифов или каллиграфии. Также вы можете настроить эффекты смены слайдов. По умолчанию анимация смены слайдов отключена. Вы можете поменять эффект смены слайдов для всех страниц вашего урока. Для этого просто нажмите на понравившийся вам эффект. Вы увидите, как будет происходить смена. Если вас устраивает эффект, просто закройте настройки слайда. Также вы можете объединять слайды в группы. Для того, чтобы создать группу, нажмите на значок вверху «Редактировать группу». Создаем новую группу. Например, в первой группе у меня будут находиться слайды на инструмент перо, а во второй на взаимодействие с объектами. Перетащите слайды в нужную область. Удалите лишние слайды. Чтобы закрыть меню группировки, нажмите на крестик. Теперь в вашем уроке появились дополнительные поля с группами. Перемещаться между группами можно, выбрав соответствующий элемент в выпадающем списке. Для того, чтобы скопировать слайд, нажмите правой кнопкой мыши «Копировать слайд». После этого активируется кнопка «Вставки». Переместитесь на тот слайд, за которым вы хотите разместить копируемый и нажмите на кнопку «Вставить». До тех пор, пока не будет выделен и скопирован новый слайд, у вас в буфере обмена будет лежать тот, который вы выбрали. Это очень удобно, если вы используете, например, шаблон при создании и хотите, чтобы у вас все ваши слайды были в одинаковом оформлении. Достаточно один раз копировать и вставлять каждый раз, когда он вам потребуется. Если вы выполняли какие-то пометки на слайде, то для того, чтобы быстро сбросить слайд, нажмите на кнопку «Сброс слайда». Подведем итог. В сортировщике страниц вы можете менять порядок следования слайдов простым перетаскиванием, создавать новые группы в режиме редактирования групп, копировать слайды и вставлять их в нужном месте вашей презентации, сбрасывать слайд на последнее сохраненное состояние. Попробуйте сами создать многостраничный документ для вашего урока, разделить на группы, добавить титульный слайд, сделать несколько интерактивных заданий на разминку, объяснение новых материалов и подведение итогов урока. Желаем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok